Здравствуйте! Это программа «В мире культуры». Сегодня мы поговорим о весьма полезной процедуре. Она развивает слух, дыхательную систему, которая тесно связана с сердечно-сосудистой. Если вы еще не догадались, то речь о хоровом пении. Этот вид искусства зародился еще в Древней Греции. Тесно он переплетен и с русской культурой, а в нашей республике появился только в 30-х годах прошлого века. Первый хор был создан на базе радиокомитета. Свою карьеру в нем начинала известная певица, а впоследствии талантливый педагог Золихахис Матулина. Для нашей сегодняшней встречи тоже повод есть весьма замечательный. Но об этом чуть позже, а сначала давайте узнаем, как к хоровому пению относятся знаменитые казанцы и гости города. Вообще хоровое искусство – это основа музыкальной культуры. Хоровое искусство – это то, что нацию объединяет. Посмотрите страны прибалтийских республик, посмотрите, я не знаю, Германию. Очень высокая хоровая культура. В оркестре Академии Санта-Чичилия хор 300 человек, понимаете. Значит, это говорит о том, что дети, которые не умеют еще владеть музыкальным инструментом, но умеют владеть своим голосом, которые одарены музыкально, они развиваются очень быстро благодаря пению, скажем, в хоре. Вы знаете, что и Шаляпин пел в церковном хоре, и многие, так сказать, знаменитые люди начинали свои первые шаги в музыке именно с этой ипостаси. Искусство уникальное, объемное. Звучание хора, настоящего хора, ничего не может заменить, пока ли я имею в виду. И примеры великих хоров у нас в России, а в Германии, на Западе очень развито это. Это что-то уникальное. Вот сидишь, слушаешь, и как будто ты уносишься куда-то так высоко и так глубоко, и вот испытываешь такое блаженство в ощущениях, что это ни с чем не сравнимые чувства. Я хорошо отношусь к хору. Занимался у нас, целый раздел был хоровое пение, и мы в театре поем хором, есть хоровые номера, так что для меня это не чужой совсем жанр. Отношусь к миру крайне уважительно из понимания. Думаешь, на концерте когда-нибудь были? Я, конечно, безусловно, бывал. Неоднократно я слышал какие-то хоры интересные, совершенно... Причем я думаю, что это жанр, который совершенно безграничные возможности дает. От какого-то камерного хора до огромного, до мощного. Это очень интересно. Это какая-то коллективная душа национальная выражается через хор. Почему вот хор? Вот сидели за столом и... Ой, мороз, мороз. Это же тоже хор. А это народ выражал так свою душу. Поэтому такое вот... Это выражение национального характера. Вот я думаю, что лучше всего народ понять не через солиста, а через хор. Я сам очень много лет пел в хоре. Я помню, что мое даже вот такое образование... Я состоялся как музыкант, мне кажется, в том числе благодаря хоровому пению. В музыкальной школе я пел музыку Рахмаяна, в перголезе. Эти сочинения до сих пор стали для меня одними из самых любимых. Они очень сильно повлияли на меня как на человека, личности, как на музыканта. Это целая культура, это большой пласт искусства. И даже нам, татарам, хотя у нас до революции считается, не было хорового пения, но было унисонное пение. Это, в общем-то, шаг, такой эволюционный шаг перед созданием хора, возникновением хора. Поэтому это близко в той или иной степени всем народам и населяющим землю. Еще, кроме того, мне это близко и интересно тем, что в самом хоровом исполнительстве заложен феномен некого ритуала. Это ритуализация песни, выведение ее из бытового, тварного мира на уровень сакральный. Сегодня в гостях у программы люди, которые к этому содружеству голосов также относятся с большим трепетом. Все это профессионалы музыкального дела. Здравствуйте. Сейчас в Казани идут последние приготовления к амбициозному проекту «Поющая Казань». Участниками сводного хора должны стать полторы тысячи исполнителей. Альгуря Алмасовна, как шли приготовления к этому проекту? Как возникла идея? Вы знаете, нам эту идею подсказали ветераны. В ходе подготовки праздничных мероприятий к 70-летию Победы именно ветераны высказали свое пожелание, чтобы все вместе собрались от мала до велика и спели песни военных лет того времени, той страны, которая победила. И еще в позапрошлом году мы создали сводный детский хор. У нас на территории города Казани в детских музыкальных школах порядка 40. Это только в школах система управления культурой. А то есть детские хоры тоже будут принимать участие? Конечно, конечно. Основная, скажем, часть исполнителей – это как раз детях, порядка тысячи человек. Это учащиеся в детских музыкальных школах. А ведь еще профессиональные хоры тоже участвуют. И вот государственный и камерный хоры Республики, Амиро Шаймировна, почему вы решили соединиться с любителями? Вы знаете, мне кажется, сегодняшнее состояние хорового дела, оно инициировано... Вы, наверное, в курсе, что у нас возрождается пышными темпами хоровое общество. Так вот, хоровое общество, оно инициировано как будто от правительства России на очень таком высоком, беспрецедентном уровне. Но, вы понимаете, без поддержки вот этой вот и без слияния самодеятельного искусства, детского хорового пения, профессионального, если мы навстречу друг другу не пойдем, мне кажется, что вот такой тотальной охваченности хоровым искусством, одержимостью этого видом искусства все-таки мы не добьемся. И поэтому, мне кажется, что профессиональное искусство как раз должно встать во главе, как такая централизующая, мобилизующая сила. И в этом мы видим свой, ну, если хотите, гражданский долг. Вот сейчас так красиво говорили о том, что все-таки хор является выразительным именно национальной идеей, именно тем камертоном, который транслирует обществу в каком сегодня состоянии общества. Поэтому, наверное, вот эти актуальные проекты, там, битва хоров, хор турецкого, спасибо им при всем неприятии вот самого этого жанра, как сказать, искусства. Но все-таки отдельная благодарность за то, что в нашу жизнь популярно вошло слово хор. Хотя бы за это вот признательность. И вот сейчас наша задача в обществе все-таки сформировать вот эту потребность в хоровом искусстве. И чтобы охвачено было тотально все общество. Ну, вот эта вот идея объединяться, она интересна всем хоровым коллективам, а не, Ассо Фисович. Как вы с вашим ансамблем решили? Я думаю, идея объединения, она лежит в самой идее хора. Как говорят, соборность, главная идея хора. И хор такой музыкальный инструмент, который очень легко может объединить, так скажем, в процессе исполнения. Совершенно разные коллективы, на совершенно разном репертуаре и даже разном стиле. Могут объединиться и народные коллективы, и детские. Могут объединиться мужские, женские хоры. Как угодно. Мне кажется, тут сама основная идея объединения, это, я считаю, самое главное. То, что искусство через пение в хоре объединяет людей. А вот эта вот возможность поработать как-то с другим материалом, это интересно тоже? То есть, я знаю, что униразовая будет акция, не только 9 мая, но и дальше. Да, какие? Мы стартуем именно 9 мая этого года. Это будет на площадке перед Казань-ареной. Но хотелось бы, что вот эта форма, вот как все поддержали и сказали, что это единение всех в хоровом искусстве, в хоровом пении, чтобы это стало традиционной формой проведения общегородских праздников. А у нас их много, слава Богу. Ну, вот когда в расположении не 50 голосов, а полторы тысячи, то наверняка можно позволить себе больше в плане вокала. А вот технически это как? Кто расскажет? Мне кажется, что как раз в плане вокала-то здесь определенные трудности есть. Потому что как раз вокально объединить профессиональных хороветеранов, детских хоров, это достаточно трудно все-таки. Потому что на сегодняшний день это такое пестрое у нас, и слава Богу, что оно пестрое, это зрелище, вот разнохарактерности, разноплановости наших коллективов, что у каждого есть самостоятельный какой-то вектор исполнительский. Объединить вокально может быть и трудно, а вот идеологически объединить, мне кажется, вот это самое прекрасное. Вокруг идеи все-таки первично вот этот вот посыл и вот это какой-то чисто идеологический посыл, понимаете, объединяться. И тогда, мне кажется, а технические трудности, конечно, есть. У нас нет, к сожалению, на сегодняшний день таких приспособленных площадок, потому что нет навыков еще, нет опыта, к сожалению, у нас. Вот в республике так сложилось. Это исторически, ведь республика, недаром вот мы с горечью, конечно, уконстанчиваем, что мы позже всех создали, ну, капеллу. В то время, когда уже в Удмуртии, Марии уже была. Ну, мы надейная республика, одноголосная. У нас в традициях как будто не было так привито, как это столетиями привито, например, для православного общества или там католического, да. Вот. У нас молодое это искусство, все-таки этот вид искусства для нашей республики. И поэтому вот прецеденты нужно создавать. И мне кажется, что вот этот пилотный проект, который обязательно вот уже есть назначен такой международный хоровой день, это будет 24 мая, в день Кирилла и Мефодия, день славянской письменности, когда мы должны обязательно объединиться и создать вот такой многотысячный хор. Как его создавать? Силком затаскивать? Нет. Это люди должны, вот хоровики наши, поднять градус своей сознательности до такой степени, чтобы с желанием, с огромным желанием поучаствовать в этом хоре. Но ведь главное это привлечет новых зрителей, потому что выступление будет на улице. На улице массовое. И самое главное, оно даст обществу, наше общество невероятно любит петь. Все-таки песни, это вот мы готовим проект сейчас «Любовью из страны советов». Вы знаете, даже хитом продаж большого концертного зала назвали, потому что до того, как мы повесили афишу и вывесили баннер, у нас были раскуплены все билеты. Это не потому, что наш хор так любит, хотя, наверное, и это и есть, слава богу. Но это потому, что потребность у слушателя. Понимаете, люди настальжируют, хотят слушать эти песни, хотят слушать военные песни, хотят, а уж попеть, как любят вместе. И мне кажется, вот эта блистательная идея города, мэрии, сделать такой всеобщей хоровой, ну, если хотите, караоке. Оно, наверное, не очень такое приличное слово. Нет, вы совершенно правильно сказали по поводу народного караоке, потому что петь хотят все. Единственная проблема здесь может быть, не все помнят и знают слова. И поэтому, почему еще выбрана была эта площадка, там есть самый большой экран, на котором мы и предполагаем, как подсказку. Слова. Текст песен, совершенно верно. Ну что же, это уже совсем скоро. Так что участниками хора будет не только порядка двух тысяч хоры, это будут все зрители. Поэтому, пользуясь случаем, мы все приглашаем всех жителей города Казани, гостей столицы, на наши народные караоке. И День Победы встретим вместе. А пока давайте посмотрим выступление государственного камерного хора Республики Татарстан. ПЕСНЯ 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 Это программа «В мире культуры». Сегодня мы говорим о хоровом искусстве. Только что звучал фрагмент выступления государственного камерного хора Республики. Его руководитель Милеуша Томиндарва, представитель в Татарстане Всероссийского хорового общества, которое было воссоздано год назад. И в России до революции было сразу несколько подобных организаций. Традиции подхватили в стране советов, а постепенно начало угасать хоровое пение. Вот сейчас как это начинает возрождаться? Милеуша Амировна, Всероссийское хоровое общество создано для того, чтобы объединить коллективы страны от профессиональных до самодеятельных. А как это сделать? То есть не загнать селком? Вы уже говорили тоже сами. Вы знаете, очень хорошо, что пилотным проектом возрождения хорового общества стало выступление сводного детского хора на Олимпиаде в Сочи. Мне кажется, это такой знак очень хороший, это такое резонансное событие, которое позволило нам, и эта инициатива вызвала потребность у нас в республике к отбору, очень жесткому, очень профессиональному отбору детей, поющих детей для вот этого тысячного хора. Почему это? А, значит, тысячного хора под управлением Валерия Гергиева. И вот я хотела бы все-таки телегировать немножечко хоровикам, слово хоровикам города Казани, которых я хочу представить. Наверное, вот самая сейчас большая проблема это то, что хоровику молодому очень трудно пробиться, быть узнаваемым, привлекать в свой хор, в свой коллектив. Поэтому вот эта передача, мне кажется, замечательное основание, чтобы познакомить немножко с нашими молодыми хоровиками, кто сегодня созидает вот этот вот хоровой исполнительство. И вот, кстати, Альбина, ваши дети участвовали в детском хоре России. Расскажите, пожалуйста, как проходило дно? Ну, прежде чем вот я Альбине, я просто хочу похвалить очень Альбину, потому что, вы знаете, это такой трудный был процесс, мы почти из тысячи детей начали индивидуально прослушивать, и очень трудно, чтобы ребенок интонировал. И мы уже отчаялись, к нам приехал очень прославленный композитор Калистратов, и именно он осуществлял этот отбор. И вдруг вышел хор Альбины, и мы пять человек подряд, значит, выбрали, потому что у нее в хоре это уже показатель зрелости руководителя. Потому что, когда мы из коллектива пять детей из десяти возможных выбрали, то это говорит о том, что в этом коллективе дело налажено. Вот я хотел бы, чтобы Альбина рассказала, как ей это удается. Как вы их готовили, да, интересно. Подготовка, на самом деле, не только к этому мероприятию, но вообще хорместерской подготовкой уже идет много лет. И до меня, как руководителя, в нашей музыкальной школе были прекрасные традиции. Мы занимаемся, любим свое дело. Репетиции еженедельные, два раза в неделю, конечно же, приносят свой результат. Потом мы очень любим выступать. Мы выступаем на самых профессиональных площадках нашего города. Поем с профессиональными коллективами с удовольствием. В общем, сказать, вот где приглашают, где есть возможность выступить, я всегда выступаю в своем детском хором. Даже если говорят, что это сложно, это невозможно, где-то бывают какие-то трудности с организацией. Все приходится проходить, и дети эти испытания проходят с удовольствием, играючи. И потом вот этот результат, вот он из этого всего и складывается. Ведь к этому конкурсу не было такой большой сильной подготовки. О нем мы узнали практически спонтанно, за месяц. А что? Из репертуара коллектива мы спели произведение. И после этого было индивидуально еще прослушивание. Прямо на сцене, прям вот закончил коллектив петь, и подошел к нам член, председатель жюри Калистратов, и сказал, давайте выбирать слушать, а вдруг получится. И дети, каждый, кто на тот момент желал, кто захотел себя проявить, они исполняли акапельную песню. У некоторых детей он попросил, например, попробуйте спеть на тон выше или на тон ниже. Смотрел не только умение петь акапельно, но еще и умение транспонировать музыку, петь от разных звуков. И вот уже после этого конкурса не менее серьезным испытанием стал и первый концерт в Мариинском театре вместе с оркестром. И, Рубин Кобирович, часто вместе с хором звучит и орган. А вот для детей, то есть всегда ли можно совмещать с любого возраста эти два голоса короля инструментов и человеческий, детский в данном случае? Я думаю, что это очень большой репертуар. Если взять историю музыки, это уже традиция, так сказать, которая во многих странах имеет широкое распространение. Но, должен сказать, что и в Татарстане, если заглянуть в глубь истории, есть эта традиция. Скажем, деятельность такого уникального специалиста, как Степан Васильевич Смоленский, с его экспериментами в области духовных песнопений, которые привлекли внимание Танеева. И он пригласил его в Москву для того, чтобы основать синодальное училище. Смоленский казанец. И он вернулся после многих лет путешествия своего в Москву, в Петербург. Если мы вспомним султана Габеши, крупнейшего просветителя и деятеля музыкальной культуры, у него 11 хоров. И, таким образом, часто бытующее заблуждение, что татары поют только монодию, только мелодию. Нет, крупнейшие умы и таланты человечества, они всегда обращали внимание на мировые тенденции в области культуры. И, должен сказать, что университетская капелла, которая существует более чем 100 лет, вложила свой вклад в хоровую культуру Татарстана. Ну, если говорить о личностях, скажем, мне очень близко деятельность Александра Сергеевича Ключерева в ансамбле «Песни и танцы», для которого он сделал массу хоровых обработок. Причем сделал это с таким мастерством, что они могут исполняться на любом фестивале, на любого уровня. И это будет не просто заметным событием, это будет явление татарской национальной культуры. Я не могу не сказать о той традиции, которая существует в области образования. Вот, Айгуль Алмасовна сказала, что более 40 хоров детских только в музыкальных школах. Но не будем забывать, что это целая система. Из школы люди поступают в училище, потом в консерваторию и попадают на кафедру хорового дирижирования. Как не вспомнит здесь Семен Абрамович Казачков, который в течение 50 лет возглавлял эту кафедру и воспитал целую плеяду музыкантов, которые занимаются, собственно, здесь почти все последователи Казачкова на этой передаче. Занимаются хоровым искусством и занимаются подготовкой молодого поколения. Просто так булки на деревьях не растут. Человека нужно воспитать, нужно научить петь в хоре. Потребность петь есть в каждом человеке. И поющий человек, счастливый человек. Но, однако, петь в хоре, это значит точно понимать и свое место, чувствовать внутри коллектива, и в звуковой картине. И почувствовать себя частью вот этого коллектива. Это удивительное ощущение счастья, которое не забывается никогда. Я вспоминаю, как я ехал в воскресной, забитой до отказа электричке. И встретился глазами с давно знакомым человеком. Когда мы вышли на станции, он сказал, какое счастье, что мы вместе пели в хоре. Это были первые его слова. Такие знаковые события происходят у человека очень редко. И когда это связано со знакомством с музыкой, с пением в хоре, дает и памяти, и культуре чувств необходимые знаки для того, чтобы человек дальше продвигался по духовной линии, по линии красоты и добра. Ну вот вы говорили три ступени. Музыкальная школа, музыкальное училище, консерватория. А я знаю, что вот, например, в хоре музыкального училища не все люди поют, пришедшие из школы и со специальным уже образованием. Вот, Дина, скажите, пожалуйста, это слышно? Пел человек, занимался до того, как к вам пришел или нет? Вы знаете, вообще хочется отметить, что сейчас такая тенденция намечается. У нас даже несколько человек в хоре после вузов к нам приходят. И приходят, и если раньше это были редкие случаи, то сейчас все чаще. О чем это говорит? Что человек, ощущая свое стремление к хоровой музыке, свое какое-то внутреннее призвание, даже на этом этапе начальном, он приходит после вуза, приходит в училище и учится. Это здорово, мне кажется, замечательно. И несмотря на возраст, получается небольшая разница в возрасте, ребята очень дружны. И за счет объединения хоровым пением это все получается в итоге очень гармонично и здорово. И слышна ли разница? Вы знаете, есть и ребята, которые учились в школе буквально два года в музыкальной школе. Но благодаря своему старанию, стремлению к своим целям обучиться, овладеть навыками пения, теоретическими музыкальными предметами, это все выравнивается. Не всегда даже с музыкальным образованием начальным люди делают какие-то такие успехи, которые ребята приходят и совершают без музыкальной начальной подготовки. Конечно, имеет значение. Конечно, имеет значение. Но в целом... А вот интересно, а кто сначала пел сольно, они могут сразу потом петь в хоре? Ведь не у всех это получается. Как вы считаете? Я могу поделиться своим опытом. У меня в государственном ансамбле «Песни и танцы» в хоровой группе практически 90% артистов – это солисты и вокалисты, которые окончили вокальное отделение музыкального колледжа, консерватории, университет культуры. Я могу сказать, здесь, наверное, самое главное – грамотная и профессиональная работа руководителя хора, которая может приладить, уладить даже, казалось бы, совершенно такие, ну скажем, разные голоса. И хоровое пение, оно не противоречит сольному пению. Просто в сольном пении, я всегда говорю, есть большая возможность проявляться индивидуально, но в хоровом пении проявляться индивидуально тоже можно, но там еще есть одна тоненькая маленькая вещь, как хоровой, унисон. И это совершенно другая краска человеческого голоса, которая не просто, как несколько человек поет, а устремление разных людей начинает вдруг объединяться. И я могу сказать, что хоровое пение прежде всего дает очень большую школу для солиста-вокалиста. Почему? Он становится намного профессиональнее. Он начинает совершенно по-другому относиться к своему голосу, попев в хоре. И мне кажется, это только улучшает его, ни в коем случае не портит. Мне иногда говорят, вот солисту нельзя петь в хоре. Но в государственном ансамбле все наши самые выдающиеся солисты когда-то пели в нем в составе хора. И ничуть от этого хуже не стали. Это совершенно точно. Потому что я могу к этому добавить биографию, скажем, такой известной певицы, как Зилисом Гатулина, которая окончила дирижовское хоровое отделение в училище, а потом поступила на вокальный факультет. А Миша Казаков, солист Большого театра, бас, который вырос в хоре у Семена Абрамовича Казачкова. Альбина Шагимуратова. Альбина Шагимуратова, да. Леша Тихомирова. Да, вот видите, целый букет. Так что тут никаких противоречий нет. Ну и главное, что ведь пение это такой вид искусства, который понять может каждый. Вот возвращаясь к детскому хору России, напомним о его составе, дети со всей страны, в том числе из Татарстана, под действием каждого региона, их первое выступление состоялось на сцене Мариинского театра. И давайте посмотрим, как это было. Мариинского театра. 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 Это программа «В мире культуры». Сегодня мы говорим о том, как возрождаются традиции хорового пения в нашей республике. И вообще сложно представить, что вот это как один звучат тысячи голосов. Но при том, что это, например, в республике, в Татарстане, это большая проблема поющих детях, особенно малых, тем более мальчиков. А вот отчего так именно сейчас это стало? Я думаю, что это потребность общества в консолидации, что те процессы сложные, которые идут в постсоветский период, они требуют объединения людей, они требуют сочувствия, они требуют доброты, они требуют вообще понимания того, какое место человек занимает в обществе. И хор, и пение в хоре, хоровое искусство дает это, дает это в полном объеме и очень простой, доступной форме. Поэтому потребность петь в хоре, потребность отдать детей для того, чтобы они попели, это нормальный отзвук, так сказать, нормальная реакция на все события, которые происходят. Нам хочется преодолеть все те шероховатости, все непростые обстоятельства, в которых мы иногда существуем, и поэтому мы тянемся к тому, что нас объединяет, что гармонизует общество вокруг нас. Но вот сейчас как-то тянется меньше людей, чем, скажем, в советское время. Как вы считаете, можно эту проблему как-то изменить, решить? Решить ее, мне кажется, можно только, когда мы поставим в центр вот этого хорового развития обязательно личность и личность одержимую. Вот на мой взгляд, вот в воспитании, вот сейчас весь этот педагогический кластер, он должен работать на то, чтобы оптимальные условия создать для человека, одержимого в самом высоком смысле слова, который не может не петь, не может не созидать. Вот у нас есть на кафедре такой замечательный профессор Альф Тим Владимирович Булдакова, который в хор приводил даже из подземного перехода, ребят. Она вот одного мальчика, я его знаю, причем у него хорошее будущее, он сейчас работает там в театре и поет и так далее. Она нашла его в подземном переходе. Понимаете, он сидел и играл на гитаре. Вот я знаю прецедент Ульянова Владимира Павловича, он когда-то руководил школой, к сожалению, к величайшему сожалению, приказала долго жить хоровая школа мальчиков. Вот это, я считаю, серьезнейшая проблема нашей республики, которую мы экстренным способом должны как-то решать. И привлечь и власти, и попросить, и консерватории всех. Надо создать капеллу мальчиков, у нас нет поющих парней. И вот этот замечательный человек Ульянов, я сейчас не берусь рассматривать его исполнительство, его вокальные какие-то методики. Я сейчас его как одержимого человека, как подвижника, который закрыли школу здесь, он уехал в верхний услон и собрал там образцовый коллектив в верхнем услоне. 45 поющих мальчиков и 35 мужчин. Мужской хор, образцовый коллектив России. Вы знаете, вот я считаю, что таких людей, вот если мы не поддержим, это неправильно. Мы должны культивировать и возводить именно вот культ, это ключевое слово, личности, которые собирают вокруг себя поющих людей. Вы знаете, как бы то ни было, может быть не разбирать, может быть снисходительными быть к вопросам технологии. Потому что вот я знаю, и девушки, наверное, мне не дадут соврать, особенно что касается детских хоров. Ну, мы все время ставя какие-то высокие, вы должны спеть акапелла, трехголосие, а нет материала, чтобы петь акапеллу трехголосие. И, к сожалению... Да, извините, что доскажу просто мысль. Надо сделать так, чтобы ребенок, ну пусть не акапельно, ну пусть не трехголосие, но он должен петь, он должен прийти и испытывать удовольствие. И вот буквально вчера меня пригласили, я все время, значит, это, осуществляю помощь. Вот у меня есть этот бацилл, я не могу без хора жить. Мне хоть хор ГИБДД. Сейчас меня пригласили, значит, в медуниверситет, девушка. А давайте об этом после рекламы. После рекламы, хорошо. После рекламы. Это программа «В мире культуры». Сегодня мы говорим о хоровом искусстве. И до рекламы, Мироша Амировна, мы начали рассказывать интересную историю. Да, интересную историю по поводу того, как я встретилась с удивительной девушкой. Лили Королева. Значит, артист, ну не артист, а ее хоровики, это студенты медуниверситета, сказали, королева. Скажите, Миляуша Амировна, что она королева. Потому что, действительно, девочка без музыкального образования на абсолютно общественных началах в студ-клубе собрала ребятишек. И вот они меня пригласили на репетицию, чтобы я им помогла подготовиться к их ответственному выступлению. Я была поражена. Вы знаете, мне впервые не захотелось даже со своими профессионализмами и вокалами внедряться. Столько в этих детях было правды, столько в них было искренней радости от того, что они поют вместе, столько естественности в выборе репертуара. И она скромно на меня смотрела, она говорит, я уж не могу дирижировать. И не надо, детка, не дирижируй, не надо вот академической сетки, потому что в ней самой столько музыки и одержимости вот этим искусством. Вот я считаю, что таких людей мы должны просто всемерно поддерживать. Но если все-таки говорить о людях с образованием, то есть не только талант, но и дипломы музыкального училища, консерватории, то вот куда потом уходят люди в селе, становятся и туда дальше работать по профессии? Вы знаете, у меня есть очень хорошие примеры даже моих одногруппников, которые, получив великолепную базу в Казанском музыкальном колледже, учащиеся на хоровом дирижорском отделении, получив эту базу, они идут дальше не обязательно по профессии, но при этом это им очень хорошо помогает в жизни. И они поступают с успехом, учатся в разных вузах страны. У меня есть такая одногруппница, которая проучилась в Санкт-Петербурге на звукорежиссерском отделении, сейчас вернулась к нам в Казань. И я так, насколько я понимаю, Рубинка, мне поправить, у нас работает в консерватории. Инсерьер? Да. Да, то есть она вернулась уже с этой базы к нам сюда, в Казань. Есть примеры, когда люди уезжали после училища и, может быть, даже после консерватории, и становятся симфоническими дирижерами. То есть хоровое дирижирование – это такая специальность, конечно, я буду ее хвалить, мне кажется, мы все ее обожаем, без нее не можем жить, и действительно широчайший спектр возможностей. Хоровой дирижер, он может все, можно так скажу, да? Он может организовать свой коллектив, вокальный ансамбль небольшой, может работать с детским хором, он может работать с профессиональным хором, он может петь в хоре сам. У него прекрасная база и владение инструментами, и теоретическая база. То есть человек, в идеале, я говорю сейчас, да, такой разносторонний, развитый, который может и преподавать эти дисциплины тоже, и нести свою профессию, передавать будущим поколениям. То есть такая нюрсальная профессия и дает очень много, конечно, возможностей, и перспективных возможностей. И даже если он не занимается впоследствии хоровым пением или дирижированием, в нем остается тот слой вот этой высокой культуры, который позволяет быть гармоничным членом общества. Вот это очень важно. И как раз... Ну, все-таки, друзья, вы знаете, мне вот хотелось сказать, что в идеале мы все-таки особенно пристальное внимание должны обратить на практикующего и занимающегося непосредственно хоровым искусством и созидающего хоровой продукт, проблема такая все-таки есть. Недостатка именно в людях, занимающемся хором. Дело в том, что мне кажется, вот Рубин Коберчич, наверное, может быть, поправит меня, но мне кажется, что всегда Казанская хоровая школа, она была незыблема одним своим кредо и направлением. Каждый студент и выпускник должен был иметь свой хор. И никогда не позволялось, чтобы человек разглагольствовал о хоровом искусстве, не создав хотя бы квартеты. И вот сейчас мы должны направиться, потому что проблема вот такая есть. Вот я, например, испытываю колоссальное затруднение в поиске хормейстера. Я вот сейчас обращаюсь к человеку, который способен взять, продумать программу, продумать о своей публике, об ее адресности. Вот получается какая-то непонятная ситуация. То есть выпускников много, а артистов нет? То есть что, они уходят из профессии? У нас, к сожалению, мы сейчас, вот учебный план настроен так, что мы очень заняты теоретическими какими-то... Вот эта практика работы с хором, она не входит сейчас. Всегда входила в госэкзамен, была частью госэкзамена. То есть человек был просто обязан для того, чтобы получить диплом, он должен был показать свой хор. Вот, конечно, есть и объективные показатели, потому что сейчас, ну, нет просто, ну, должностных единиц, наверное, каких-то штатных единиц при каждом там коллективе, чтобы таких хормейстеров потребности нет вроде бы в хормейстерах. Но на самом деле она вот в профессиональном искусстве, она очень есть. Именно в людях, созидающих и умеющих сладить хоровой процесс. Ну, я вот как раз хочу спросить у вас, Ниас Рафисович, о вашем коллективе. Сколько людей, выпускников профильных учреждений культуры? Все. 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 И я думаю, что тут республика свою обязанность по подготовке кадров в вузах, в учебных заведениях, она абсолютно выполняет. Мне кажется, я бы хотел несколько по-другому повернуть вообще нашу беседу. Потому что мы сейчас начали говорить о таких узкопрофессиональных вещах, а нас все-таки смотрит очень широкий круг зрителей, слушателей. Мне кажется, вопрос тот в чем. Профессиональное искусство, да, оно существует на профессиональной основе. Но оно не может существовать, если не будет самодеятельных форм существования искусства. Я объясню. Был такой старейший преподаватель в музыкальном колледже, Виктор Васильевич Кузьминов. Вот его, к сожалению, нет уже с нами. Он всегда говорил, в молодости он был самым богатым человеком. Почему богатым? Потому что такое количество самодеятельных хоров, у него было по 5-6 хоров. Он всегда мог себе заработать. Он говорил, что вот он на работу ездил на такси. А по субботам-воскресеньям ездил в Большой театр в Москву на премьеры спектаклей. Он говорил, что он хорошо жил, что многие так не могли себе позволить. Потому что эта профессия, она прежде всего была вот рассредоточена не по учебным заведениям и концертным организациям. Она вот бытовало жила непосредственно на заводах, в фабриках. И мне кажется, вот эта сторона ушла. И ушла эта сторона вот по какой причине. Мне кажется, вот та скрепа, которая раньше была, так уж назовем, в Советском Союзе. Вот эта идеология, она ведь сейчас изменилась, другая стала. Но при этой идеологии вроде как уже самодеятельность не так востребована. Я смотрю и на спорт то же самое. Если раньше в каждом дворе была хоккейная площадка, волейбольная площадка, теперь там построили что-то другое там. Но зато благодаря профессиональным коллективам поклонники музыки в Казани регулярно получают подарки. И одним из таких, конечно, стал мюзикл «Семь жемчужин» от Государственного ансамбля песни и танца. Смотрим фрагмент. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это программа «В мире культуры». Сегодня мы говорим о хоровом искусстве. И поводом для нашей встречи стал амбициозный проект «Поющая Казань». Полторы тысячи исполнителей, напомним, соединиться в мае. Вот еще не все раскрыли, не все секреты. Я хотела бы вернуться к вашему вопросу по поводу того, почему мальчики не идут, нет мальчиковой хоровой капеллы, мальчики не хотят петь. Но сегодня, давайте честно признаемся, что, конечно, в приоритете у молодежи, особенно у мальчиков, спорт, чем культура. И, хотя надо думать ведь не только о физическом здоровье, но и о духовном здоровье. И вот тут очень интересен опыт в Японии. Об этом рассказывал Владимир Николаевич Минин со своим московским камерным хором. Японское телевидение сделало запись в их исполнении в «Сеночной илитургии» Рахманинова. Так вот, японская телекомпания, для чего она сделала эту запись? Она показывает это удивительное, высокопрофессиональное исполнение духовной музыки, русской духовной музыки, своим японским детям, школьникам. Потому что это на них произвело такое колоссальное эмоциональное воздействие. Они думают именно о духовном здоровье подрастающего поколения. Здесь все, и содержательная сторона, и эмоциональная сторона, духовная составляющая. И сейчас в японском образовании вообще идет такая тенденция декомпьютеризации, с одной стороны. И с другой стороны, вот они понимают, они это поняли, что коллективное творчество, в этом заложена очень глубокая национальная идея. Идея объединения духовным началом, общим творческим началом. И вот это единение масс во благо. У нас, к сожалению, сейчас примерно несколько иные, когда объединяются для других целей. А вот масса – это энергетика в доброе русло, в творческое русло. И я еще хочу сказать, что вот не попробовав, многие, наверное, говорят, легко отказаться от хорового пения, сказать, ну, это не модно, не интересно. А вы попробуйте. И вот мы даем такую возможность попробовать всем пройти через это. И я вас уверяю, мы уже видим, и вот с радостью хочу поделиться с коллегами, что дети, начиная пить, сначала тяжело. Вы представляете, чтобы организовать эту массу, Эмила Шамиль на пользу случаем, огромное спасибо хочу сказать. Она огромную помощь нам оказывает сейчас. Их объединить, их увлечь, завлечь – это правильно, это должна быть просто мощная какая-то энергетика, прежде всего, у руководителей. Хоровиков. Они с разных концов города. Дети на сегодняшний день очень загружены. Вы знаете, школа, школа нацелена на ЕГЭ. Опять-таки, честно себе признаемся, да, это показатели ЕГЭ. Эстетический блок вообще ушел. Гуманитарный блок тоже на задворках у нас в образовании. И вот музыкальные, художественные школы оставшиеся, возможность в самодеятельных коллективах петь, заниматься творчеством – это очень важная составляющая. Для детей. Я про подрастающий поколение, потому что начинается все именно с детей. Так вот, родители, огромная помощь родителей – это собрать их, повезти на сводные репетиции, это заниматься. Так вот, попробовав, окунувшись в это, преодолев там, нужно рано встать, нужно выучить репертуар, нужно поехать на репетиции. Но дети, я должна сказать, они уже спрашивают, когда следующая репетиция. Они уже ждут с готовностью. Репертуар удивительный. Вот сейчас дети разучивают песни военных лет. Это ведь они через себя пропускают этот текст. Потому что им не просто, там, кинули листочку, чьи эти слова. Им рассказывают, им объясняют. В эту эпоху, в историю их погружают. Через себя они это все пропускают. Они другими глазами начинают смотреть. Так вот, в том году, 9 мая, на площади Свободы детский сводный хор уже пел. И вы знаете, камеры, когда снимали глаза ветеранов, там были слезы. Ну что ж, надеемся, и в этот раз все пройдет замечательно. Обязательно. Желаем вам удачи, чтобы все получилось в «Поющей Казани». А нам, зрителям, остается только ждать с нетерпением этого и других интересных проектов. И напоследок еще хочу поделиться исследованием ученых из Университета Оксфорд-Брукс. 400 человек по их просьбе поделились на группы. Хоровое пение, вокал и спорт в командах. Каждый из этих видов деятельности положительно влияет на психологическое здоровье. Но максимум баллов здесь у хорового пения. Именно этот вид искусства дает человеку роль. Потому что в большом коллективе качество зависит от каждого. И, как следствие, это помогает улучшать и жизненные вопросы. Спасибо всем большое. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok